С 11 августа, учитывая стремительный рост случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, на нескольких административных территориях, в том числе и в Даугупилсе, объявлена чрезвычайная ситуация. До 10 ноября она введена также в Лудзинском, Красловском и Аугждаугавском крае. Это распоряжение Кабинета министров предусматривает более тесное сотрудничество государственной пограничной охраны с национальными вооруженными силами и государственной полицией в борьбе с незаконным пересечением границы. В результате совместных действий силовых структур удалось предотвратить проникновение в страну десятков нелегальных нарушительной границы. Заботясь о безопасности жителей, сам правление также поддерживает постоянный диалог с упомянутыми структурами. На сегодняшний день, после объявления чрезвычайной ситуации, пограничники и Министерство внутренних дел начали в полной мере выполнять свои обязанности по защите государственной границы. За последние сутки границу Даглупилского района и Белоруссии не преодолел ни один беженец. Более того, я хочу абсолютно уверить наших горожан о том, что Даглупилс уже высказал свою позицию, о том, что мест для расселения беженцев на территории Даглупилского мусором управления нет. Мы абсолютно настроены обеспечить безопасность наших жителей и поддержать все возможные государственные структуры и правоохранительные органы, для того, чтобы они перестепенно обеспечили бы защиту государственной границы. Объявленная правительством чрезвычайная ситуация главным образом определяет алгоритмы работы силовых структур, при этом практически не затрагивая повседневную жизнь местного населения. В отличие от чрезвычайной ситуации, которая объявлялась в связи с пандемией COVID-19, на этот раз не будет отменены льготы на проезд в общественном транспорте, а также других ограничений напрямую не связанных с пребыванием в приграничной зоне. Однако есть некоторые правила, которые следует принимать во внимание, если планируете посетить территорию вблизи белорусской границы. Согласно правилам Кабинета министров, вдоль внешней сухопутной границы Латвийской Республики определена пограничная полоса шириной не более двух километров. Для пребывания в ней лицам от 15 лет требуется специальный пропуск, выданный государственной пограничной охраной. Выдача таких пропусков на латвийско-белорусской приграничной территории на время чрезвычайной ситуации приостановлены. В свою очередь тех жителей, которым уже выдан пропуск, до отмены чрезвычайной ситуации призывают не находиться в латвийско-белорусской приграничной зоне без уважительной причины. Однако, если есть обоснованная причина, необходимо иметь при себе все необходимые документы, удостоверяющие личность. Об этом стоит помнить любителям даров природы, которые сейчас активно собирают грибы и ягоды, особенно тем, кто предпочитает посещать лес в силанной окрестностях озера Ричо. Никакие другие ограничения в самоуправлении, где объявлена чрезвычайная ситуация, не введены. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагоповского самоуправления.